2017 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным годом экологии в нашей стране. Сделано это для того, чтобы привлечь внимание каждого россиянина к проблемам экологии, которых накопилось немало. Особенно это касается крупных промышленных регионов, таких как Свердловская область. К счастью, в Артемовском городском округе нет крупных заводов с опасным производством. Однако вопросов, касающихся экологии родного края, хватает. В нашем муниципалитете на этот счет запланирован целый ряд соответствующих мероприятий. Постановлением администрации Артемовского городского округа от 6 декабря 2016 года номер 1370 ПА год 2017 объявлен годом экологии. В рамках мероприятий, также утвержденных данным постановлением, планируется проведение следующих мероприятий. Это проведение уже ставших традиционными массовых акций по наведению чистоты и порядка. Это весеннего месячника и осеннего декадника по наведению чистоты и порядка. Организации проведения на территории округа конкурсов в части благоустройства, а также в части наведения чистоты и порядка. Мероприятий по экологическому образованию, воспитанию среди образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Это организация деятельности экологических бригад и отрядов, проведение мероприятий по экологическому образованию и воспитанию в рамках мероприятий интерактивного проекта «Арт-эко-фест» среди образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Это конкурсы рисунков плакатов, листовок «Мы меняем мир вокруг себя», экологический КВН, муниципальный этап областной интеллектуально-творческой игры для дошкольников и младших школьников, «Эко-колобок» и другие. Также планируется организация проведения выездной конференции с посещением достопримечательностей Урала, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды и году экологии, году особо охраняемых природных территорий. В настоящее время уже заключен муниципальный контракт на разработку проектов рекультивации земельных участков. Это по свалкам бытовых отходов в городе Артёмовские посёлки, Красногвардейские, целью снижения экологической безопасности и ликвидации места размещения отходов. Мы надеемся, что слова Альбины Камильевны о том, что целью этих мероприятий является снижение экологической безопасности, являются досадной оговоркой, поскольку не хотелось бы, чтобы наше руководство трудилось в этом ключе. Тем не менее, продолжим узнавать о тех действиях в плане экологии, которые также запланированы на год текущий. Организация сбора и вывоза отходов с территории индивидуального жилого фонда, установка контейнеров в многоквартирных жилом фонде в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки населённых пунктов, подготовка и печать буклета о памятниках природы, природных богатствах и достопримечательностях. Также планируется проведение тематических познавательных конкурсных программ, лекторин, конкурсов рисунков, выставок, посвящённых экологической тематике. Мероприятия, запланированные на территориях сельских населённых пунктов, это посадка деревьев, проведение фотоконкурсов и другие мероприятия. Также планируется в этом году завершение мероприятий по отнесению земель к особо охраняемым природным территориям местных значений. То есть завершение работ по созданию особо охраняемой природной территории природного ландшафта Пушкинская аллея в посёлке Красногвардейский. В 2015 году работы по созданию данной особо охраняемой природной территории были начаты, был оформлен земельный участок и принят муниципальную собственность под планируемым особо охраняемой природной территорией местного значения. Также с участием Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уральский государственный педагогический университет было разработано технико-экономическое обоснование по созданию особо охраняемой природной территории, охраняемой природной ландшафт Пушкинская аллея. Подготовлен проект паспорта и положение о данной особо охраняемой природной территории. Документы будут направлены для рассмотрения на заседание Думы Артёмовского городского округа и принятие решения о создании особо охраняемой природной территории местного значения. Что ж, хорошая новость. Артёмовские власти в открытую заявили об установке мусорных контейнеров. Будем следить за исполнением данного обещания. Ведь в городском масштабе, да и в масштабе любого населённого пункта, бытовые отходы являются чуть ли не главной причиной загрязнения почвы, да и воздуха в определённой степени также. Что уж говорить об эстетике. Кучи гниющего мусора не только издают особый, неповторимый амбре, но и привлекают насекомых и бродячих животных. Возвращаясь к другим проблемам экологии нашей малой родины, то говорить об их решении. Пока снег с опасной химией попадает в наши водоёмы, чёрные лесорубы уничтожают леса, а опасные отходы вываливаются на их опушки, то вряд ли воспитание и конкурсы смогут оказать в ближайшей перспективе хоть какие-то изменения к лучшему.